Привет, мои хорошие! С вами Селена Сэй, и сегодня я буду снимать тег «Лучшие друзья» с моей лучшей подругой Кристино! Привет! Итак, мы вообще серьёзные девчонки, поэтому всё будет серьёзно, мы не будем додорожать, танцевать, как многие другие. Всё серьёзно, вы просто узнаете о нас побольше. Итак, первый вопрос тега. Как и когда вы познакомились? Ох, я устала, Кристина, говори. Неинтересно, что ты рассказываешь. Что ты помнишь? Ты сказала быстро, зачем? Мы не помним ничего. Нет, ты за себя в одной отвечай. Ты помнишь, как мы познакомились? Ну, насколько я знаю, нас на горшке. Прямо на горшке познакомились? То есть прямо там познакомились? Ну, ты помнишь? На горшках, да. Нет, я просто думаю, что на самом деле было это очень давно, мы с ней вместе выросли, мы жили там, я на пятом этаже, она на втором этаже, поэтому нас познакомили родители. Мы знакомства самого не помним. Ну, яркое событие с детства, это когда мы на горшках сидели и ели пулы, и манекки, думаешь, это таблетки, а он живота, наверное. Ты помнишь, да? Да, ну, очень смутно. Я помню оранжевый горшок, манеку, и потом сумасшедших родителей, которые спасали нас. Второй вопрос. Ваше любимое совместное воспоминание? Ну, наверное, это есть. Ну, я теперь твоё. А ты, ну, помнишь, какое-нибудь ещё? Давай, чтобы не повторяться, может, ещё какое-нибудь воспоминание. Вот, кстати, мне вот, вот я вспомнила, мне красинка подарила, она могу тут зацепить. Другое видео будет, вы увидите, она мне две маечки подарила, там ещё выходили кушать недавно, я одела в руках. А это теперь такой домашненький вариант. Спасибо, мой дорогой. Он оденал бы. Итак, наши воспоминания. Да, куча воспоминаний, да, мне кажется? Да, столько всего просто было уже, что запутаешься. Ну, вот, наверное, это горшки, пусть будут первым и последним. Ну, и самое яркое. А так чё? Ну, тусуемся, и караоке, и поездки куда-то. Я не знаю, куча всего, так сразу не скажешь. Так что, извините, мы не готовились к вопросу. Опишите друг друга одним словом. Надо из существительного, голод и прилагательного. Я знаю, как крестинку активировать одним словом. Это весы. Ну, она всё время взвешивает. Логично. Надежда решает. Точно, Надежда. Надежда... Я не могу говорить. Ну, давай, твой мя, ладно. Сделаем скидос. Надежда, огонь. Огонь. Ну, мне приятно, чего огонь. Огонёк. Огонёк. Надежда, да, Надежда, львёнок, вот точно. То огонь, то львёнок, то весы. Ну, я же говорю. Если у вас есть подружки-весы, девчонки, вот прям поделитесь. Мне интересно, кстати, особенно если вы огненный знак, а она вот такое, да? Мне интересно. Вот вы сейчас посмотрите, как она будет отвечать на вопрос, всегда понаблюдайте так за ней, да? Да, по-моему. А потом напишите мне, вот, есть ли схожисти, но вот лисы по знаку зодианка, и этим всё сказано. А ты, Надежда, у нас львёнок. Я лев, да, и этим всё сказано. Йо-йо. Так, дальше. О чём я мечтаю? Давай, Кристинка. О чём ты мечтаешь? О чём ты мечтаешь? Ну, ты же знаешь, о чём мечтаешь. Я же уже отвечала про это ещё. О принце? Я то не... А, да, Кристинка мечтает о принце, об острове. Чтоб всё было гармонично, в общем. Принц на острове, как бы, а не на коне. Вот, а я мечтаю... Ну, пока что я мечтаю о детях. Мои соседи, по-моему, начали мяукать, но... Нет, это не соседи, это просто кошки. Иногда мои соседи мяукают. Так, развлекаемся чисто по-соседски. Так, ваша любимая марка косметики. Есть, Кристинка, любимая марка косметики. Ты вообще не красишься. Мы на грязной красимся. Балет. Балет. А у меня чистая линия. Билет на поле. Красная. Красная. А у меня красная. Чистая. Нет, у меня на самом деле нет любимой марки. Я пользуюсь разными, и в каждой марке есть что-то своё. Вот прям я даже не знаю любимую марку. Но если бы мне, например, сказали, там, я куплю тебе помаду, там, какую тебе купить? Я бы Диор заказала. Они очень блестящие, красивые, блеские. Блеские, очень красивые. Пусть будет Диор. А, нет, вообще я люблю Герлен, потому что у них самые замечательные шарики. Вообще я очень их люблю. Вообще Герлен, это точно соседи. Соседи просто. Там кошка. Она, наверное, сходит с ума. Ульёнка. Соседи просто. Кошмар. Давай быстрее сниматься. Ульёнка, соседи кошки. Логично. А то это время. Так, значит, всё, мы это решили, да? Что вас раздражает в друг друге? У Надежды категоричность. Ну, не раздражает на самом деле. Просто... Типа так и не как-то по-другому? Да. Нифига себе. Нет, ну не так и как по-другому. Прям безе что ли? Нет, вообще ничего. Раздражает прям? Просто... Короче, категоричность, да? Ну, она не раздражает, ну, как бы... Ну, просто бесит иногда. Хочется убить, трахнуть чему по голове. Нет, я спокойно отношусь, просто... Просто задушую, знаешь, подушкой. Если он будет продолжать, то уже духи. А мне в Кристинке раздражает. Я не хочу знать. Ну, нет. Ну, это такой Т, Кристинке. Я не хочу знать. Что за фигня? Так, у меня в Кристинке вот это вот... Ну, что? Что одеть? Что сказать? Как жить? Нет, с одной стороны, как бы, это... Ну, я просто переживаю за это. Когда она не может что-то решить. Ну, не закрывай глаза, не отпускай. Но, с другой стороны, мне это нравится. Представляете, я вот такая вся... Все время говорю, что здесь делать, как сказать. Ну, как-то прикольно это. Ну, когда это перевод. Типа, я лучше знаю. Ну, иногда я могу, конечно, вообще нафантазировать. Ко мне лучше не обращаться за совет. Может быть, хуже. Поняла? Как это лучше не обращаться? Как к кому? Больше не к кому. Поэтому приходится терпеть молотую горечность. Ладно. Дальше. Совместная шутка. Совместная шутка. Совместная шутка. Надо было подготовиться, да, к видео? Мне такой кусочек вырежешь как-то. Совместная шутка. Не знаю. У нас нет, короче, шуток. Мы вообще... Я же только сказала. Мы серьезные бабы вообще. Какие шутки могут быть? Нет у нас шуток серьезных. У кого займет больше времени, чтобы подготовиться утром? У кого займет больше времени, чтобы подготовиться утром? Подготовиться утром. Например, утром мы встали, нам нужно куда-то идти подготовиться. У меня же самое. Мы можем вместе с тобой быстро собираться. Да, да. Вот сегодня мы, например, собирались там туда-сюда. Я говорю, что сейчас 2 минуты оденусь. Ну и реально 2 минуты. То есть нет такого, что она заставляет ждать меня там. Я вообще могу собираться как метеор. Так что мы быстро можем собираться вместе. Так. Любимое время года. Я лето люблю. Да, лето. Ну, конец весны, лето. Конец весны, лето. А, да, весна же перед летом, да? Это я что-то поняла. Да, я люблю тоже, но я не люблю летом, только сильную жару. Да, ну правильно, конец весны, начало летом. Когда помнишь, была такая жара, в Москве даже эти... Аномальная была жара. Жарилось что-то там, короче, дыму. В комментарии пошли. Всё, на наши видео, да, вот на это. Больше не спонсировал. Короче, лето, весна мы любим раздеться и с животиками. Пресиками нашими, которых уже нет к зиме, конечно. Да, праздников. После праздников, да. После праздников нету пресиков. Так. Любимая песня. Любимая песня. Причем. Давай, споём вместе любимую песню. Давай. И раз, два, три. Нет у нас любимой песни. Я знаю, что у Кристинки любимая песня. Знаете, какая? Сейчас. Давай. Уж сколько их упало в эту бездну. Даже развершую вдали. Наступит день, когда я исчезну. Надежда её поймёт. Ну, так вот. Побаловаюсь. Да. Мне вообще моя преподавательница сказала, что это не моя песня вообще. Она мне не идёт. Да. Но не к моему голосу. Короче, я люблю петь, Кристинка любит слушать. Мы прекрасные ещё двоэты. Каково быть лучшими друзьями с тем, кто одержим Ютуб? Каково быть лучшими друзьями с тем, кто одержим Ютуб? И так как я одержима Ютубом, я же туда всё выкладываю, пишу, всё про Ютуб рассказываю. Каково быть моим другом? Ну, сначала было... Я немножко... Сейчас, похоже, я что-то узнаю. Ну, сначала я... Я тебя не обижала, а разрушила. Нет, я не боюсь. Как будто бы с меня энергию усаживает. Ой, каковырсим. Я энергию высаживаю? Нет. Когда снимаешь, кажется, вот что-то, ну, как бы... Они? Это как на работу, на новую приходишь. Знаешь, сначала вот какие-то ощущения такие непонятные. И вот когда ты со мной дрожишь, а я снимаю... Сейчас уже этого нет. Ну, просто поначалу, когда Надежда... Мы и шли в кафе, она снимает и снимает. Как будто бы в прямом эфире. Вот такое все. Как тяжело или как? Ну, как бы сначала... Дружить с Эггерси. А сейчас... Ну... Терпим. Ну, как я в интервью. Ну, сейчас уже нет, да? Да, сейчас. Ты привыкла или я... Сейчас уже смотри в камеру. Сейчас уже в камеру лезет. Вот, пожалуйста. Нормально, короче, дружить с такими. Так, ладно. Любимое животное? Любимое животное? Кристинка. Я всех люблю животных, кроме присмыкающихся. Это кто такие? Или как они там? Ну, змеи. Я люблю кошечек, собачек. Змей. Кстати, я люблю змей. У меня есть видео где-то в инстаграме, где змея... Не, ну не спать с ней рядом. Я не знаю, конечно, как вот спать. Вот так я люблю поиграться, чтобы на палате. Змеи вообще люблю. Именно потому что... Мне кажется, я их люблю именно потому, что их все не любят. Они холодные, такие мерзкие. А мне кажется, они такие лапочки. У меня аж мурашки уже бегут. Ну, вот такие дела. А к Кристинке есть собачка, кошечка. Две кошечки. Если в вашем доме начнется пожар, что вы вынесете с собой? Надежда, конечно. Надежда на то, что я выживу. Не, ну может не вместе живем? Что ты вынесешь, если начнется пожар, а меня нет? Ну, знаете, я... Собачка, кошечка. БЖД Вика изучала. Нужно оповестить своих соседей. БЖД или ОБЖ? У них и БЖД, и ОБЖ, что-то... Чем разница, да? Господи, придумали. Безопасность жизнедеятельности. Нужно собрать все документы, оповестить соседей. Собрать первые необходимые вещи. Вы поняли, короче, да, что серьезная у меня подруга. Это не то, что там я вынесу какую-нибудь помаду шампанель. Чтобы она не сгорела. Чтобы ее могло нормально вырастить в мусор. Уйдите. Документы нужно всегда, чтобы лежали всегда в одном месте. Ну да, я тоже согласна с Кристинкой, хоть я как бы смеюсь, да. Я вынесу елку. Потому что она красивая. Потому что там бабочка. Потому что там бабочка. Ну да, документы нужно выносить, и деньги первым делом. Есть документы и деньги, ты можешь купить все что угодно. И поехать куда угодно. Вот. Ну все, вопросы закончились. Не знаю, что за вопросы. Того-то или не того, их, наверное, разных много. Ну, короче, у нас все такие. Что, желаем вам дружбы. Да? Светлая, чистая. Как она грустно об этом сказала. Тяжело, наверное, все-таки дружить со мной. Просто Селена накормила меня сегодня. И напоила. И еще и прическу сделала. Скотина. Поэтому я просто... Да, мы покрасили. Я сегодня покрасила Кристинку, да. Но мы вот все пытаемся ее в светлый цвет выйти, да. Это очень сложно, потому что она была очень темная, черная прям была цвет. Мы еще и работаем над этим, но уже, по-моему, очень неплохо. Она рада, что чувствует себя светлой. Да. Несет светлый цвет. Как и я. А я, наоборот, видите, затемнилась. И скоро, кстати, будет видео, где я покажу, как я делала брендирование сама себе. Очень классно. Получилось. Так что... Это говорит о том, что у Селены просто... Вот тут тоже вопросы, да? Что раздражает. Нет, бы сказать. Что нравится, да? Ну, здесь же провокационные вопросы специально. Понимаешь, что людям было интересно. Это что, например, у Селены руки золотые. Можно продавать. Не говори так, что делать ты. Они-то отрежут мою руку за столом. Поэтому они не ржавели. Как у всех. У всех ржавые руки. У нас с инстаграма. Нравится ваше видео. Да, да, нравится. Ну, ладненько, все, дорогие мои. С вами была моя подружка и я, Селена Све. Если вам понравились наши ответы на вопросы... Если вам понравились наши ответы на вопросы... Наше десятое видео засердится. Да. То ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал. Еще моя Кристинка будет много раз со мной. У нас только на как-то погода. Да все нормально. Если вам понравилась моя подружка, ставьте лайк. Пишите в комментариях, да, вот там весы туда-сюда. Ну, вы помните в начале видео. Все, пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok